Доклад От компании DataArt про машинное обучение. Доклад будет довольно простой, там не будет никакой сложной математики. Вы хотите сложную математику? Но это общее понятие о машинном обучении, зачем, как, что умеет, какие типы задач решает. Ну, поехали. Зачем нужно вообще машинное обучение? Почему не использовать обычный подход? Почему не писать код с ветвлениями, с условиями? Ну, как все обычно делают. В какой момент понадобилось изобретать что-то новое? Оказалось, что не все задачи можно сформулировать в виде какой-то программы стандартной. Описать ее как-то даже словами очень сложно. Ну, вот, например, создание беспилотного автомобиля, или распознавание рукописного текста, или задачи перевода с одного языка на другой, или распознавание чего изображено на картинке. Как написать программу неясно, пробовали, получается плохо. Стали искать пути решения, и отсюда родилось машинное обучение. Также вторая проблема, то, что, например, в примере с компьютерным зрением слишком много входных данных. То есть на вход подается массив точек, ну, и для более-менее небольшой картинки это тысячи и сотни тысяч чисел, что тоже сложно обычной программой обработать. Классические типы решаемых задач, которые решает машинное обучение, разделяют на несколько групп. Первое — это обучение с учителем, которое включает в себя регрессию и классификацию. Что такое обучение с учителем? Обучение с учителем, когда у нас есть какой-то набор входных данных и связанные с ним результаты. Ну, например, у нас есть данные о квартире, ее площадь, ее место расположения в городе, количество комнат. И есть цена этой квартиры. То есть входные данные — это все кроме цены, цена выходные данные. И мы хотим построить такую модель, которая будет нам на новых данных, цену которых мы не знаем, предсказывать цену. Поэтому мы берем и обучаем нашу модель на известных данных. Это называется обучение с учителем. И когда мы получаем, когда модель нам может на выходе сказать какое-то число, это называется задача регрессии. Задача предсказания какого-то конкретного числа. Задача классификации — это когда у нас есть несколько классов, и нам надо предсказать, к какому классу относятся наши входные данные. Но вот в случае с картинками, то есть мы показываем, даем картинку, даем набор точек, и алгоритм, наша модель предсказывает, что изображено на картинке. Там котик, собачка, машинка. То есть это разные классы. Также существуют задачи, когда... Там должны быть не примеры задач, а обучение без учителя написано быть. Обучение без учителя — это когда у нас есть только входные данные, а выходных нет. И мы хотим как-то найти какие-то интересные зависимости в наших данных. Например, в большом массиве слов мы хотим найти слова, которые близки по значению. Ну, там синонимы и прочие. То есть нам это будет полезно для того, чтобы как-то перефразировать текст и другими словами одно и то же описать. Также к обучению без учителя еще есть такая задача, как определение аномалий, то есть каких-то случаев, которые нетипичны. Аномалии, про аномалии я попозже сейчас расскажу. И третий тип — это рекомендательные системы. Рекомендательными системами мы сталкиваемся, когда, например, мы на каком-то сайте послушали музыку, и сайт нам говорит, вот вы послушали композицию А, мы считаем, что вам понравится еще композиция B или C по каким-то критериям. Вот этим занимаются рекомендательные системы. Ну, вот кратко с простой задачей регрессии я объясню, как работает конкретно машинное обучение. Этот принцип работы применим вообще к большинству остальных алгоритмов машинного обучения. Ну, вот на графике у нас крестиками изображены данные о квартире. То есть по одной оси это у нас площадь в футах, по другой — цена. То есть мы собрали какие-то данные 10-20 квартир и нанесли на, в простом случае, на двухмерный график. То есть получили набор точек. А дальше наша цель построить такую модель, то есть найти такую функцию, которая максимально близко опишет наши вот эти вот точки, которые мы нанесли. Ну, вот я выбрал самый простейший вариант. Там внизу это единственная формула, которая у нас будет. Это уравнение прямой. И задача нахождения модели, которая оптимально будет нам предсказывать наши известные данные, это сводится к подбору коэффициентов А и Б. Ну, соответственно, там один коэффициент влияет на то, будет выше-ниже линия, другой будет вертеть ее. И мы определяем, насколько точна наша модель по тому, как близко наши точки, крестики стоят от этой прямой. То есть близко стоят отлично, далеко стоят, модель не очень точная. Ну, на этом графике видно, что линии это не очень хорошо предсказать, поэтому мы можем усложнять в дальнейшем нашу модель, то есть взять какую-нибудь гиперболу, параболу, полином, второй, третьей степени и так далее. И выбирая модель, мы можем как-то предсказать наши данные. И использовать уже потом эту готовую получившуюся функцию с подобранными коэффициентами для того, чтобы предсказать следующие данные, у которых неизвестна цена для квартиры. Поехали дальше. Это пример задач с классификацией. Картинки — это пример соревнования, где алгоритмы машинного обучения должны из тысячи разных классов выбрать правильный и предсказать, что находится на картинке. Этот чемпионат называется ImageNet, и последние несколько лет он по точности предсказания работает лучше, чем человек. То есть он предсказывает точнее, чем люди. Другой пример классификации на другом графике. По каким-то параметрам наш алгоритм может определять, например, злокачественная или не злокачественная опухоль. То есть мы ему даем 10 параметров опухоли или просто фотографию этой опухоли, если это на коже. И он разделяет, может определить злокачественная или не злокачественная. По факту эта задача сводится к предыдущей, к регрессии. Только нам надо не найти линию, не которая повторяет наш набор точек, а которая разделяет два набора точек, относящихся к разному классу. То есть опять же это может быть прямая, кривая. Ну и опять же, для этого случая у нас здесь двухмерный график. А если задача сложная, там быть 10-20 параметров, то у нас получается 100-мерное пространство. И уже так вот визуально не подобрать, какой тип кривой, потому что 100-мерное пространство, 10-100-мерное уже представить себе сложно. Кластеризация и аномалии. Кластеризация позволяет… То есть изначально у нас есть вот типа такого набора данных, а мы хотим в этих данных найти какие-то интересные зависимости. Ну, например, понять, что вот эти данные по каким-то признакам, по набору параметров похожи друг на друга. Ну, для этого применяют алгоритмы кластеризации, и вот справа показан результат этого алгоритма. То есть мы нашли какие-то скопления. Скопления наших данных, которые лежат близко, значит, у них параметры близкие, значит, они похожи друг на друга. Еще интересная задача – нахождение аномалий. При помощи аномалии, например, определяют необычное поведение пользователей, то есть определяют всяких взломщиков, которые ведут себя не как обычный пользователь или определяют дефекты на производстве в каких-то деталях. Например, мы провели 10 тестов, результаты каждого из тестов мы загружаем в нашу модель, и модель говорит, что вот для этой детали по результатам каких-то тестов они сильно выбиваются из общей группы. Соответственно, это аномалия, и с этой деталью надо ее внимательно посмотреть. Скорее всего, что с ней что-то не то. Рекомендательные системы. Рекомендательные системы. Есть несколько подходов к тому, как он работает, но в общем случае вы говорите системе, что я бы смотрел этот фильм, ставить ему оценку, ну или там какой-то продукт. И система начинает вам рекомендовать другие продукты, которые либо похожи на этот продукт, либо она определяет других людей, которым понравился этот продукт, которые похожи на вас там по каким-то этим, и рекомендует продукты, которые понравились этим людям. Ну вот Яндекс, например, заявляет, что их рекомендательные системы знают о пользователях даже больше, чем сами пользователи. Настолько они хорошо умеют рекомендовать. Поехали дальше. Нейросети. Сейчас больше всего с машинным обучением говорят о нейросетях. Ну вот кратко. Как появились нейросети и зачем они нужны. Искусственные нейросети появились как попытка сымитировать то, как работает мозг. На верхней картинке изображено, как работают нейроны, как они связаны. То есть к одной клетке подходят несколько синапсов от других нейронов. По ним поступают сигналы. А сам нейрон их как бы суммирует. И если суммарный сигнал превышает какой-то порог, он по своему синапсу отправляет его дальше. То есть по факту он суммирует, смотрит выше порога. Да, отправил дальше. Нет, не отправил дальше. Ну и, соответственно, основываясь на этом, была создана математическая модель. Вот слева изображена. То есть набор входных данных x1, x2 и так далее. W это коэффициентики, поскольку разные данные могут сильнее вносить вклад в сумму. Поэтому мы умножаем на какой-то вес этого параметра. Вот сумматор и F это как раз пороговая функция. То есть она может быть, может не быть. Дальше мы отправляем либо число, которое в сумме получилось после порога, либо 1 или 0. То есть в зависимости от разных моделей нейронов мы по-разному можем. Самое интересное, что если мы возьмем только один входной параметр x1, то у нас получится по факту уравнение прямой, которое мы смотрели в самом начале. То есть доказательство того, что уже на простом случае один нейрон будет работать примерно как у нас линейное уравнение раньше работало в задаче регрессии. Ну а дальше мы начинаем усложнять это все, соединять кучу нейронов в сеть. Например, каждая вертикальная колонка называется слоем нейросети. То есть у нас, например, на входе три каких-то значения, которые подаются на каждый из четырех нейронов, результат которых подается на следующие нейроны, на следующие и так далее. То есть когда сеть имеет больше трех слоев, она называется глубокой нейросети. Deep Neural Network — это всего лишь, что у нас там несколько слоев этих нейросетей. А дальше под разные задачи люди начинают по-разному комбинировать хитро эти нейроны. Но по факту, что получается, мы, комбинируя нейроны по-разному, мы создаем просто разные сложные функции. И задачей машин лернинга — просто подобрать правильно коэффициенты, таким образом, чтобы наша сложная формула, которая описана нейронами, смогла решать нашу конкретную задачу. Вот весь смысл машинного обучения. Ну, так, скучная часть закончилась. Теперь больше о том, что может машинное обучение, чего оно достигло, чего будет достигать. Так, из недавнего, вот в прошлом году, кстати, сегодня второй раз, AlphaGo победил чемпионом лучшего игрока в Go. Победил. То есть, кто не знает, это справа вверху, это игра Go. Она отличается от шахмат тем, что она не очень логичная, у нее очень много комбинаций, больше, чем атом во Вселенной. Поэтому очень долго компьютер не мог никак победить человека. И на начальных этапах считается, что она даже не столь логичная, сколько интуитивная. Но вот два раза победил. После чего стали говорить, ну окей, типа на доске с Go компьютер видит все варианты, то есть он может просчитать. А вот покер. Там компьютеру неизвестны все данные, плюс там люди блефовать могут. Но вот в нем не сможет. Но вот буквально этой зимой было соревнование с тремя, по-моему, лучшими покерными игроками. Они месяц соревновались. И опять эта же программа, которая вот AlphaGo, то есть они ее переделали на покер, победила. Сейчас, насколько я знаю, они делают бота для StarCraft. Скоро, 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 да, играть будет. А в шахматах уже не, уже сейчас компьютер играет с компьютером. То есть уже с человеком даже не интересно. Точность распознавания картинок, про картинки я говорил на ImageNet, и точность распознавания выше, у систем машинного обучения выше, чем у человека. Это позволяет, то есть есть тип нейросетей, которые называются сверточные нейросети. Они достаточно хорошо изучены, и в них их очень хорошо развили. Они каждый год чуть-чуть-чуть-чуть-чуть поточнее начинают работать. И вот то, что касается речи, картинки, вот это они, и они очень хорошо работают. Опять же, эти нейросети используют, то есть их разворачивают чуть наоборот, то есть когда они не распознают что-то, а наоборот, генерят изображение или внутри подменяют часть данных. Это используется, например, в раскраске черно-белых изображений. То есть это было сделано так. Нейросеть обучили на большом количестве цветных изображений, а потом давали черно-белую, и внутри нейросети уже было известно, что трава зеленая, небо обычно голубое. И на основе того, что на изображении, там градации яркости пикселей, она очень хорошо раскрашивает черно-белое изображение. Увеличение четкости изображения. Тут, если помните, смеялись все, что в фильмах делается какой-то маленький кадр какого-то преступника, на котором ничего не видно, потом нажимается какая-то хитрая комбинация клавиш, и изображение становится четким. Так вот это сделали. Тоже для лиц. Тоже обучили нейросеть на большом количестве лиц, и теперь нейросеть по малому количеству точек, ну там 64 на 64 лица, может сгенерить изображение лица, которое будет не точно такое же, то есть оно не получит то же изображение, но это лицо будет очень похоже и близко к тому, что было. То есть на основе малого количества пикселей. Наложение стиля одного изображения на другого. Ну это, наверное, все игрались, это призм. Советчик в медицине — это компьютер Watson, который сейчас, не знаю, насколько правда, говорят, что ставит диагнозы уже лучше, чем врачи, поскольку он большим объемом знаний уже обладает. Ватсон не только для медицины использует, его используют как другие всякие советчики. То есть в каком-то вузе его использовали, чтобы отвечать студентам на вопросы. И за полгода студенты не догадались даже, что бот с ними общается. Так, ну рекомендационные системы знают о нас больше, чем мы сами, это я уже говорил, да. Нейросеть, развернутая наоборот, она начинает генерировать что-то. Ну, например, пишет музыку, вот не очень давно выходил целый альбом нейронная оборона. То есть нейросеть обучили текстам гражданской обороны, она написала альбом целый. Генерирует тексты. Генерирует тексты, ну, довольно причудливо, не очень хорошо, но на коротких текстах почти незаметно. То есть есть всякие чат-боты, есть кто-то писал программы, которые имитируют стиль какого-то политика в твитах. Ну и пишет генерит твит. Твит, вот есть, я знаю, для Кадырова, есть для Трампа. Есть генерит изображения. Например, мы показываем в нейросети большое количество фотографий различных птиц. Птица с длинным клювом, с длинными ногами, с синим телом, с желтой головой, с красной грудкой. А потом говорим, сделай нам изображение птицы с коротким клювом, с синим телом, с красным хохолком. И хотя такой птицы она никогда не видела, нейросети генерируют изображение. Оно будет там по краям мытое, не очень четкое, но это будет новая птица, которая в принципе в природе не существует. И она гармоничная. То есть это не просто так, как накидано кусочек изображения, а вполне такое качественное изображение. Вот не очень давно Google говорили, что они применили нейросети в своей системе переводов, тем самым на 50% увеличив качество. Пару месяцев назад они добавили это к русскому языку. То есть изначально был китайский какой-то, а потом через какое-то время они по чуть-чуть к разным языкам добавляют. Ну вот, можете проверять. Так, дальше. Интересные истории. Когда работает машинное обучение, а когда нет? Машинное обучение работает только в том случае, если у нас между входными и выходными данными есть какая-то зависимость. Это частая ошибка, попытка связать данные, которые в принципе не зависят друг от друга. Это называется correlation doesn't imply causation. То есть корреляция не подразумевает зависимость. Вот, например, на картинках здесь изображено количество пиратов от глобального потепления, от температуры. То есть, ну, в принципе, график показывает корреляцию, но это не связанные события. Но можно построить модель, и она будет предсказывать. Но как бы... Ну, то же самое вот для аутизма и продажи органической еды. Ну, на самом деле, существует много-много таких, которые попадают под это правило. Вот эта нижняя картинка очень много прорежений, это в виде ассайта, там скалы слева и вправо, радостного порядка, когда мы привезли к нам на нормальный, и там у тебя, ребята, выходит. Ну, окей, остановимся на пиратах. Ну, мне тоже это не очень нравится. Это с пиратами красивее, примерно. Так, иногда модели сбиваются. Вот, например, про Google. У Google есть проект «Предсказание простуды». То есть, зачем он нужен был? Когда начинаются простуды, и люди идут к врачам, то в Америке есть медицинская ассоциация, которая за этим следит, собирает статистику, ну, чтобы понять, что началась эпидемия. И у них это происходит очень медленно. То есть, после начала эпидемии проходит недели две, прежде чем они поймут это. Ну, поскольку там медленно пересылаются данные, не знаю, там собирается это все. Google решил решить эту проблему и построил систему, которая на основе запросов, которые делают пользователи, ну, они там ищут симптомы или там как вылечиться, там в течение дня определял, что началась эпидемия. И у них это работало очень быстро, очень круто работало. А потом об этом загорели журналисты, и у них модель сломалась. То есть она стала предсказывать не вовремя. Почему? Потому что люди стали гуглить не только симптомы и лекарства, но стали искать эту информацию о этой статье Google, ну, и модель сломалась. То есть они подкрутили, и вот сейчас это работает хорошо. То есть они там раз в несколько лет ее чуть-чуть меняют. Ну, как бы, если вы построили какую-то модель, значит, вы должны следить за ней. То есть если у вас процесс какой-то нестационарный, а изменчивый, то вам и модель надо менять. Вот то же самое, например, в системах рекомендаций, поскольку вкусы меняются, поэтому вам постоянно надо подкручивать вашу модель. Распознание картинок танков. Хороший. Я слышал несколько вариантов его. Вариант первый. К ученым, ну, еще там на заре, когда только появлялось машинное обучение, стали его использовать, пришли военные и говорят, нам надо по фотографии, ну, или там, откуда-то с камеры, определять, есть ли танк в кадре или нет. Принесли им примеры с танками. Картинки танков, картинки просто пейзажиков. Ученые построили модель, отдали военным, военные пробуют, не работают. Стали разбираться, почему. Оказалось, что на картинках с танками сбоку была галочка. То есть военные, видимо, отбирали, какие, и ставили там. И вот система научилась галочки определять, на самом деле. Но на пейзажах не было галочек. Ну, второй вариант, который я слышал, танки были просто более темные, фотография пейзажей были светлые, и оно просто контрастно научилось. Более темный, значит, то тоже надо проверять, тому ли вы научили. Ну, поскольку система ищет, я так понимаю, наиболее простой вариант, ну, вот она нашла, что там галочка. Netflix конкурс и странные рекомендации. Система Netflix – это иностранная такая система, которая рекомендует вам фильмы, мультики. Они, кстати, и хорошо поспособствовали развитию рекомендательных систем тем, что организовали конкурс с призовым фондом «Миллион долларов». И там в течение нескольких лет, года-два, бились большое количество команд, которые напридумывали за это время много интересных решений в рекомендательных системах. Ну, сама история. То есть победила одна команда, то есть за первое место бились уже в конце две команды, и победила одна, которая заслала всего на 20 минут раньше решение, и у этого решения была точность выше, там, в шестом знаке после запятой. То есть они бились там за шестой знак после запятой. Выиграли. После чего Netflix посмотрела на это решение и сказала, мы не можем это использовать, потому что это очень ресурсоемкое и долгое решение. То есть ребята, ну да, они выиграли конкурс, но они создали модель, которая там состоит из многих моделей, считается долго, но дает там чуть получше результат. Странные рекомендации. То есть люди при желании могут воздействовать на рекомендательную систему, ну там начать лайкать какие-то странные фильмы, или там, если им нравятся какие-то совершенно противоположные фильмы, ну, соответственно, рекомендательная система тоже собьется и будет давать странные советы другим. Вы смотрели смурфиков, вот вам какой-нибудь с элементами эротики. Про, ну зависит от того, как сделана рекомендательная система. Ну, на самом деле по-разному рекомендательная система работает. Они сейчас пытаются, помимо того, что сама система рекомендует, подмешивать еще какие-то новинки. Ну, поскольку если она будет рекомендовать тебе то, что она тебе знает, то ты никогда не посмотришь чего-то нового. Поэтому она вот тебе пытается подмешать нового, чтобы ты узнал для себя что-то более интересное. То есть они смешивают рекомендательные системы с какими-то там рекламными компаниями. То есть там кто-то проплатил, и вот тебе говорят, что вот мы рекомендуем. Воздействие людей на системы машинного обучения вот хорошо показаны в чат-боте расисты на Microsoft. Да, Microsoft запустил чат-бот, и буквально там за день или быстрее, общаясь с ним люди, бот был обучаемый. То есть он обучался во время общения. Они сделали его расистом, феминистом. То есть он такой стал, очень неприятный, и Microsoft его тут же выключил. Больше об этом. Еще примеры интересные о том, что есть системы, которые, например, определяют грабителей в масках. И они плохо реагируют на черных. То есть, видимо, когда обучали, либо не показывали фотографии черных. Может, и кто-то не сшифровал. Или же еще другой пример. Система, которая проверяет фотографии на визу, на паспорт, она плохо реагирует на азиатов. Она говорит, у вас закрытые глаза, перефотографируйтесь. Ну вот это одна из проблем, когда мы обучали на каком-то урезанном наборе данных. То есть мы не показали все. Еще интересная история, ну такое просто наблюдение. Системы машинного обучения чуть-чуть по-разному реагируют на мужчин и женщин. Например, рекомендательные системы чуть-чуть лучше предсказывают для мужчин. Например, я недавно видел анализ данных, когда мы пытаемся понять, какие из входных параметров сильнее влияют на выходные. И там был банк и определение лояльности клиента. И мы строим дерево, которое показывает набор входных значений. То есть наверху самое, которое больше всего влияет, ниже, которое меньше всего влияет на результат. И вот наверху был пол. Если мужчина, то там 80% лояльен. Если женщина, и дальше дерево такое на 30 параметров. Ну, дальше. Так, развитие систем машинного обучения и компьютера. Чем нам это грозит? Ну, тем, что они потихоньку теснят людей и заменяют их. Вот я написал некоторое количество профессий, которые могут либо компьютеры потеснить, либо очень уменьшить количество вакансий. То есть водитель-пилот. Это понятно, автопилоты. И насколько я слышал, что… Чего? Ну, я так понимаю, с посадкой проблем будет все. Нет? Ну, окей. Ну, я вот про водителей слышал, что уже, в принципе, сами системы достаточно надежно ездят. Но исключить человека не могут по ряду причин. Причина первая – то, что, ну, как бы, опять же, водители останутся не у дел, то есть нехорошо. И вторая – моральный вопрос. То есть когда у нас будет автопилот, то в аварии будут возникать ситуации, когда ему надо будет решать, должен ли погибнуть тот или иной человек, ну, например, водитель или пешеход, в который он должен врезаться. И тут очень много таких моральных вопросов, которые, ну, достаточно сложно решить. И как бы, то есть стараются не трогать это пока. И самое интересное, что в какой-то момент машина выберет убить водителя. И, типа, купите ли вы машину, если вы знаете, что в некоторой ситуации машина за 100% выберет убить вас? Я думаю, это просто устаревшее мышление. Это скорее уйдет. Ну, вот, мне кажется, да, что на это надо время, чтобы… Ну, да, ну, вот вы говорите, что хорошо, а большинство говорит, что нет, ни за что. То есть, ну, сложные вопросы. То есть вопрос в том, не когда будет технология к этому готова, а когда люди будут к этому готовы, чтобы начать это использовать массово. Складской работник, служба доставки. Ну, Амазон хороший пример. Они склады свои заменили роботами вполне. Ну, и вот служба доставки дронами им сказали, что окей, можете, если вы не сократите количество рабочих мест. Я сказал нейросети и вообще компьютеры. Но здесь тоже используются, на самом деле. Вот с толпой роботов тоже нейросети управляют. Так, врач, юрист, банковские служащие. Ну, это пример хороший с Ватсоном. И вот эти все три профессии, они очень-очень похожи друг на друга. То есть, есть какой-то набор известных база данных, на основе которых ты принимаешь какое-то решение. Может, их не заменят полностью, но точно могут уменьшить их количество. То есть, оставят компьютер как просто такого хорошего советника. Журналист, секретарь, переводчик. Это относится к тому, что компьютер хорошо работает, начинает с текстами. То есть, уже хорошо он переводит, хорошо распознает речь, средний умеет генерировать тексты. Ну, опять же, то есть, не всех, не сразу, может быть, не в нашей стране, но продавец. Насчет продавца очень интересно. Вот пример хороший даже с Макдональдсом. У них появились, ну, все заметили, появились стенды, на которых каждый может подойти и заказать сам. Соответственно, количество живых продавцов это уменьшает. То есть, есть магазины, где вообще нет продавцов. Ты себе набрал товар, и системы компьютерного зрения смотрят, кто набрал, какие товары, и автоматически с тебя деньги списывают просто. Вот, по-моему, Амазон делает такие магазины. Актер дубляжа, оператор колл-центра, HR. Колл-центры бывают разные. Бывает колл-центр, когда тебе надо опрос произвести всего лишь. Я не говорю, что прям 100% случаев. Я не говорю, что полностью за меня. Ну, и плюс, сейчас генерация речи такая, что ты можешь даже не понять, что ты с роботом говорил. Ну, хорошо. Ну, опять же, то есть, большинство, то есть, оператор колл-центра, HR, то есть, в простом случае задает одни и те же вопросы, которые, ну, опять же, ответы можно перевести в текст и уже на основе ответов отвечающего принимать какие-то решения. Актеры дубляжа у Adobe, недавно они анонсировали систему, которая может озвучивать текст, то есть, ты просто вбиваешь текст, и он может озвучить его любым голосом. То есть, ты сначала загружаешь сэмпл голоса, какого-то там, свой или какого-то известного человека с красивым голосом, и получается очень качественно. То есть, актеры дубляжа не очень понятны, зачем нужны. И она может так же эмоционально проиграть каждую роль. Там настраивается все эмоциональность. Там просто записали один этот слов, там чуть-чуть проговорили, и потом любое слово вбоги, и он тут обладает. Потому что эмоциональность – это параметр, опять же, не ресситета. То есть, ты можешь, когда текст набираешь, каким-то образом сказать, что вот здесь вот более эмоционально, здесь такой-то эмоции. И у тебя все автоматически. Так, если кто-то хочет математики, вот тут кто-то возмущался, вот что смотреть. Machine Learning курс на Coursera от Андрея NG. Андрей NG – это создатель, один из создателей Coursera. Курс очень рекомендую, вот прям для начала, то, что надо. Там не очень сложная математика. Он, в общем, рассказывает про разные-разные алгоритмы, разные задачи, которые решаются. Немножко там про нейросети есть. Ну, короче, вот это очень рекомендую. Второй курс, более сложный, от Джоффри Хилтон. Это дядя, он такой же в возрасте, он занимался продвижением нейросетей. Его ученики хорошо продвигали рекуррентные нейросети, те, которые сейчас популярны достаточно, ну, то есть популярны в области новых исследований. Это два курса на английском. Если хотите русский, тут есть Константин Воронцов, он работает с Яндексом, там очень много математики, он очень любит математики, причем это такая российская математика. Вот введение в машинное обучение. Но вообще существует на самом деле много каких-то и узкоспециализированных курсов, и широкоспециализированных курсов. Ну, вот эти три достаточно популярных. Библиотеки, фреймворки и приложения. То есть если вы что-то делаете и делаете не нейросети, то отлично библиотека Scikit-learn. Это Python, язык Python, потому что в машинном обучении в большинстве случаев работают люди, которые пришли из, ну, то есть это ученые, а в ученой среде Python популярен. Если нейросети хочется, то TensorFlow. Это фреймворк от Google. Они его очень хорошо не так давно зимой улучшили, добавили много всего. Там есть восьмичасовая презентация со всякими интересными-интересными примерами. То есть вот есть нейросети. Ну и дальше всякие интересные всякие фреймворки. Вот последний. Это для тех, кто не любит программировать. Да, там это десктопное приложение с хорошим графическим интерфейсом, где ты просто блоки перетаскиваешь. Да, да, да. Он отличный. Он бесплатный, если загружать датасет до, по-моему, 10 тысяч этих линий. Взять и поиграться его очень рекомендую. То есть он прям очень удобный. Очень удобный. Там много всего есть. То есть вот если хочется пощупать машинное обучение. А, плюс еще у него он подсказывает очень хорошо. То есть ты сделал какое-то действие, загрузил данные, он тебе пишет там, я считаю на 30% что вам надо там модель теперь. На 20% что вам надо там отфильтровать данные. там еще что-то. Ну, вот так. Вы пока вопросы задаете. Вот вся суть машинного обучения, чтобы не скучно было. Ты имеешь в виду… А, ну это вот их в облаке. Ну, просто за деньги. В моем примере здесь все либо бесплатно, либо open source. он предлагает за… А, чего? Нет? Там же есть специально в этом стендерфлоу, там специально обычно есть, там есть обычная, и тут специально, потому что нам недавно-то люди нам рассказывали про нее. Там стендерфлоу, как-то да, вот это стендерфлоу, там внутри, здесь у меня сетей было. Вот, а одна из них это, ну, обычно, это проект, ее путь. В месте стендерфлоу идут примеры, в том числе есть уже и обученная сеть для распознавания… Она бесплатная. То, что он предлагает, это использование платной API гугловского облака. по-моему, да, у них есть и для Go, и для C, и для Java. Они туда встроили высокоуровневый плюс фреймворк еще добавили, Keras, который позволяет не лезть так глубоко, а там в три строчки у тебя получилась хорошая модель уже. Помимо Google Cloud такие же сервисы есть и у Microsoft Azure и есть у Amazon. Да, Adobe есть, есть, но они платные. Века? Я не знаю. XGBoost очень популярен на Kegle. Kegle, кто не знает, это такая платформа, на которой соревнуются команды в том, кто лучше решит какую-то задачу машинного обучения. Там обычно как, приходит какая-то компания, говорит, у меня есть такая-то проблема. какой-нибудь банк и призовой фонд, да, и за нее бьются там сотни тысяч команд. Миллион, сто, сотни тысяч, да, это в порядке вещей. У Яндекса тоже бывают неплохие всякие курсы. Школа, Ну уж. На Курсере есть и русскоязычные курсы, они такие более узкоспециализированные, там какая-нибудь аналитика или там регрессия или предсказательные системы предсказания, тоже можно смотреть. Ну, вопросы? Когда машинное обучение программировать научишься? Само программировать? Да. Ну, все боятся. Пока пока еще не научилась. Пока я знаю, есть у Google проект нейросеть, которая обучает другие нейросети. То есть, она подбирает оптимальным образом саму структуру нейросети для задачи, параметры. Плюс при наличии нейросетей тебе не надо программировать вообще, поскольку, например, сверточная нейросеть, она решает массу задач без изменения самой структуры нейросети. То есть, она тебе может либо голос распознавать, либо там определять стиль музыки, либо картинки, и тебе ничего не надо программировать. То есть, по-хорошему, какая-нибудь вот этот дядя, который Джоффри Хилтон, он говорит, что рекурсивная нейросеть способна решить любую задачу, которую вы сейчас решаете стандартными методами программирования. Просто мы еще не умеем такие нейросети создавать. Как только они научатся это делать, программисты, в принципе, не нужны будут. Потому что будет нейросеть, у которой просто параметры позадавал, и она решает твою задачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok